Лекция на тему действия при похищении. Номер один. Как только с вами связались похитители, вы незамедлительно начинаете строить ИМЮ в гараже с ФПД с полным боекомплектом, форма, сват, если доступна по должности, тезера, набор объектов, вертолеты от каждого ИМЮ это обязательно. Второе. Номер два. Назначить двух переговорщиков. Переговорщиками нельзя назначать, получается, шефов полиции, шерифов, замшефов и замшерифов, и директора, и замдиректора ФБР. Ну, понятно. Вот. Номер три. Вызвать также карету Департамента здравоохранения, дабы оказывать помощь после устранения, ну, после успешной спецоперации, проведенной. Ну, типа, заложников. Забрали, все, проводят. Да, за, отдаем. Номер четыре. Пока ИМЮ строится, вы выдаёте задание переговорщикам съездить в банк и снять деньги, или же связаться с директором ЦБ или же губернатором. Заполнить все вертолёты сотрудниками ИМЮ стайзерами, это тоже обязательно. Номер шесть. Как только место встречи было назначено, выдвинуть ИМЮ на место, но не приближаться к месту встречи, дабы не сорвать похищение. Номер семь. Как только деньги были переданы, и у вас в руках оказались похищаемые, то отдаёте команду вертолётам преследовать кейс с деньгами. Номер восемь. Вертолётам отдать команду координировать наземной группой, дабы перехватить кейсы похитителей. Номер девять. Если похитители на вертолёте, то организовать воздушный перехват. Номер одиннадцать. Оказать похищаемую первую помощь. Номер одиннадцать. До этого был номер десять. Номер одиннадцать. Допросить похитителей. Номер двенадцать. Ставить кейс на похитителей. На этом... На этом закончена, да, лекция. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нету. Нет. Нету.